МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главы Брянской городской администрации Александра Макарова, главы города Брянска, Марины Дбар и других официальных лиц провел генеральный директор спортивного комбината «Спартак» Игорь Гончаров. В новом бассейне состоялся первый показательный заплыв. В нем приняли участие спортсмены клуба «Лидер». К слову, чаша бассейна выполнена из нержавеющей стали. Ее объем около 500 кубометров. В регионе такая пока только одна, с увеличенным сроком эксплуатации. Вода вне очищается методом озонирования. В этом бассейне уникальные тумбочки. Это второй бассейн в городе, в котором такие тумбочки, но здесь покрытие отличается. Оно не скользкое. Это значит, что спортсмены во время выполнения старта не будут падать в воду. Сейчас ребята плывут самым быстрым способом плавания. Плавание крольно-груди. И так будут плавать все дети, которые придут обучаться в этот бассейн. Мы гарантируем. Многофункциональный игровой зал тоже выполнен по современным технологиям. Уложено специальное многослойное напольное покрытие и выполнено акустическое напыление потолка. Заниматься здесь можно различными игровыми видами спорта, причем одновременно проводить тренировку смогут сразу три группы. Растить будущих чемпионов будут опытные наставники. Здесь сегодня создан тот коллектив, который может, знает и готов работать с нашими детьми и воспитывать наше будущее поколение сильными, здоровыми, целеустремленными. Потому что спорт – это действительно каждого человека. Он учит, учит терпеть, учит ждать, учит работать. А работа над собой – это самая сложная работа над человеком. И учит добиваться тех целей, которые ставит каждый человек перед собой. Я от всей души хочу вам пожелать, чтобы у вас здесь было как можно больше занимающихся, ну и, конечно же, чтобы здесь и росли будущие чемпионы нашей Брянской области, чемпионы нашей России и мира. И спортсмены, и их наставники успели оценить открывшиеся возможности. Давид Коридзе тренирует юных футболистов уже четверть века. Раньше занятия проходили только под открытым небом. Сейчас можно не подстраиваться под капризы погоды. Небо и земля, конечно, я считаю, что это номер один зал. Поле номер один в области пока. Собственную тренировочную базу получила команда «Спартак», играющая в американский футбол. У спортсменов далеко идущие планы. Мы с большим брендом на груди и с таким патронажем можем себе позволить и детскую команду. Вот мы в этом году начали работать со студентами дополнительно. Все потому, что появилось финансирование и от области, и от спорткомбината. То есть раньше все делали за свое, сейчас нам, слава богу, помогают. И это дает все больше возможностей. В этом году план попасть в финальную часть чемпионата России. Возведение «Спартак-арены» обошлось бюджету в 207 миллионов рублей. Работа по развитию спортивной инфраструктуры в Фокинском районе будет продолжена. В ближайшее время здесь появится еще и Ледовый дворец. Ольга Макушникова, Сергей Дюков. События. Брянск.